В Северском районе на автодороге А146 в среду 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «Богдан», следовавший из поселка Ахтырский в Краснодар, за поворотом на Красную башню врезался в большегруз «Вольво», который перевозил цемент. В результате ДТП пострадали люди в автобусе. Как сообщил главный врач Северской ЦРБ Манолис Ананников, в больницу поступили 17 человек, трое из которых получили травмы средней степени тяжести. Остальные делались легкими повреждениями. Обстоятельства произошедшего выясняются. В станице Северской на один арт-объект стало больше. Памятник одному из первых российских кинематографистов Александру Ханджонкову появился у входа в кинотеатр «Ударник». Александр Ханджонков – один из основателей российского кинематографа. Благодаря его стараниям в России был снят первый полнометражный художественный фильм. Стали производиться научно-популярные ленты и появилась кукольная мультипликация. С именем Александра Алексеевича связаны многие вещи. Он родился в семье казака, получил дворянство, стал казачьим офицером. И во многих случаях был пионером. Первый конкурс сценаристов им созданы и другие события послужили мощным началом российского кинематографа. Фигура режиссера Ханджонкова со старинной камерой выполнена мастером Геннадием Мельник. Торжественное открытие памятника запланировано на начало августа, день рождения Александра Ханджонкова. Одна из актуальнейших проблем в летний период – обеспечение безопасности на водных объектах. С наступившей жарой каждый борется по-своему. Одним из самых популярных мест отдыха становятся реки и пруды. Но находиться на этих объектах достаточно опасно для здоровья и жизни. Из-за неосторожности ежегодно в прудах и реках гибнет немало людей. Главной причиной трагедии – нарушение правил безопасности. Купание в нетрезвом виде. Купание детей без присмотра взрослых. Неумение плавать. Как отмечают специалисты ГОИЧС, в Северском районе нет специально оборудованных природных мест для купания. Желающие отдохнуть возле воды могут посетить бассейны. Для недопущения травматизма и гибели людей на водоемах, районах, городских и сельских поселениях установлены специальные запрещающие таблички. Но главные меры, позволяющие избежать трагедии на воде – это внимательность и осторожность. Сотрудников полиции поблагодарили за безупречную работу. В торжественной обстановке в актовом зале администрации, исполняющей обязанности главы Северского района Марина Наумейко, вручила благодарственные письма за добросовестное исполнение должностных обязанностей в период празднования 1 мая и 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудникам отдела МВД по Северскому району. В рамках мероприятия наградили 22 сотрудника отдела МВД. Международный день детского футбола – большой всенародный праздник, который отмечается с 2001 года практически повсеместно. В Северском районе футбол любят, а главное – умеют в него играть на достойном уровне. Помимо секций футбола, которые открыты во многих поселениях муниципалитета почти в каждом дворе, в него играют в любой погожий день. На стадионе «Олимп» в станице Северска регулярно тренируются десятки ребят разных возрастов. Детские и юношеские команды района регулярно занимают призовые места на соревнованиях краевого, зонального и всероссийского уровня. Так что недостатков желающих приобщиться к спорту среди молодежи точно нет. Футбол уже давно является народной игрой в нашей стране, что еще раз подтвердил прошедший в 2018 году чемпионат мира. Настоящее русское гостеприимство и яркая игра нашей сборной сделали этот чемпионат запоминающимся и побудили еще больше людей выйти на поле и пустить в свою жизнь спорт. Международный день детского футбола был учрежден с целью привлечь как можно больше молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Сегодня же этот день стал праздником молодого спорта и будущих больших побед. Летнему саду 315 лет. Его день рождения нынешний хозяин, русский музей, отметил фестивалем. Самая зрелищная часть праздника – ландшафтные цветочные композиции, парусник, трон и арки. Цветами впервые украсили скульптуры, которые собирал основатель именинника Пётр I. В этом саду он многое делал сам, даже сажал деревья и цветы. Именитые флористы использовали более 10 тысяч разнообразных растений. 6 тысяч из них – гортезий, хризантем и других – привезли в подарок саду из Голландии. Мы посоветовались. У нас была интернациональная команда из пяти стран. Самое правильное – это просто сделать крупные и большие аранжировки, чтобы люди почувствовали праздник сада. Саду должно быть много цветов, у нас получилось. Ну и главное, это моя затея была, мы её сделали, мы взяли две скульптуры и украсили их цветами, потому что летний сад ассоциируется именно со скульптурой. Мы решили создать классическую атмосферу. Выбрали особенные цвета – розовый, лиловый, белый и зелёный. Здесь не только конкурс цветочных и ландшафтных композиций, но и выставки и большая концертная программа. Летний садского столетия – это все три эпохи, к которым смогут прикоснуться гости нашего праздника, придя в любой из дней его проведения. И через музыку, танцы, спектакли, ландшафтные композиции, прогуливающуюся публику, одетую по моде того или иного столетия. На аллеях сада можно увидеть сразу трёх императоров. Артисты театра исторического танца познакомили гостей с эпохой барокко. В этом главном уборе также цветы. Я получаю колоссальное удовольствие. Это всё живые цветы. О том, какие растения использовали русские мастера, которые поставляли одеколоны для императорского двора, можно узнать на выставке «Придворный парфюмер». Здесь также знакомили с ароматами XIX века, которые были утрачены. А в летнем саду гостей ждали забавы, викторины и сюрпризы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова